Благослови, Душа моя, Благослови, 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 Благослови. Доброго воскресного дня, дорогие выхристо, братья и сестры. Сегодня Православная Церковь совершает День памяти новомучеников и исповедников святителя Вениамина, митрополита Петроградского, архимандрита Сергия Шейна и двух мирян Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, которые были расстреляны в 1922 году, именно в этот день, 13 августа. Вы спросите, почему же мы отдельно выделяем их имена? Дело в том, что их смерть была непростая, связана с делом об изъятии церковных ценностей. Это была определенная такая акция брошевицкой власти, как один из определенных этапов борьбы с религией. В этом году сто лет со дня революции, сто лет со дня начала гонений на Православную Церковь. Поэтому сегодня мы немножко уделим этому внимание. Иногда в публицистике, в средствах масс-медиа можно встретить такой ненабинный вопрос, что церковь преследовали, расстреливали, убивали священников, разрушали храмы. Почему же церковь молчала, почему не сопротивлялась? Это неправда. Церковь и молчала, церковь и сопротивлялась. И вот один из таких примеров, мы сегодня вкратце его затронем, это, как я уже говорил, дело об изъятии церковных ценностей. Предлог – борьба с массовым голодом в Поволжье и в других регионах России. Разработал этот план Лев Троцкий. 23 февраля 1922 года по инициативе Ленина вышла директива изъять по описям все драгоценные предметы, церковный утварь, для помощи голодающим в органы Народного комиссариата финансов. Должны изыматься все предметы, было оговорено, которые не затрагивают интересы культа. Ну, в результате разобиралось все без разбора. Сразу нужно сказать, что святейший патриарх Тихон, спустя несколько дней, выпустил свое воззвание, в котором благословил передать все небогослужебные драгоценные предметы в помощь голодающим людям. Ну, то есть вы знаете, что в церкви есть предметы, которые носят особый сакраментальный смысл. Допустим, святая чаша. Святая чаша раньше, она, как правило, делалась из драгоценных металлов, серебра или даже золота. Их святая чаша не имеет права прокасаться никто, кроме священнослужителей. И поэтому, естественно, как бы употребление этих предметов на некие другие цели считалось как неким кощунством или святотатством. И все-таки церковью это не благословлялось. И, в принципе, официально власть это признавали. Но в результате, в реальности забирали все подряд. Обзирали иконы, оклады. Верующим не давали самим добровольно передать все в народный комиссариат финансов. Потому что изначально было договорено, что будут созданы специальные комиссии. И прихожане храма, церковный актив вместе с представителями властей сами добровольно все снимут, сами все отдадут, подздадут, тихо, мирно, спокойно. Но этого не нужно было. Нужен был шум. Нужно было церковь представить как контрреволюционный элемент. И чаще всего церковь просто грабилась. То есть некая комиссия, продавив некий документ, приходила в храм и делала, что что хотела. Заходили в алтарь, вламывали дорогие иконы, снимали облачения с престола. Это верующими чаще не могло спокойно все это наблюдаться. И 19 марта, допустим, был очень сильный инцидент в городе Шуя, Ивановской области. Там дошло даже до открытого сопротивления, что были высланы наряды милиции, был открыт пулеметный огонь, 4 человека было убитно, 10 ранят. Большевики это все взяли за предлог для дальнейшей расправы над церковью. Вот как писал Владимир Ильич Ленин, что нужно дать самое решительное, беспощадное сражение духовенству, чтобы они не забыли это в течение нескольких последующих десятилетий. Шуйские священнослужители были расстреляны. Святейший Патрорак Тихон был взят под суд и в дальнейшем под домашний арест. От расстрела его спасло только опасение бурной реакции Запада и болезнь Ленина. Ленин скоро времени заболел, его свалил тяжелейший инсульт, он после этого уже не оправился, да и как бы потихонечку дело дальше не сдвинулось. Но тем не менее, в 1922 году было только официально зарегистрировано 1400 случаев столкновений, 231 судебный процесс, и 732 человека было по этому процессу осуждено на те или иные сроки лишения свободы или даже к расстрелу. Один из самых громких и известных процессов был в Петрограде. По этому процессу на суд было привлечено и посажено на скамью подсудимых 87 человек. Почти все из них получили разные тюремные сроки. Судебный процесс длился почти месяц, с 10 июня по 5 июля, и 10 человек было приговорено к расстрелу, и в результате было расстреляно четверо. Остальным шасси впоследствии расстрел заменили на длительные сроки тереминого заключения, ссылки в лагеря. И этими четырьмя людьми были митрополит Петроградский Вениамин, архимандрит Сергей Шеин, Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров. Их расстреляли вот в этот день, 13 августа 1922 года. Поэтому, дорогие братья и сестры, сказать, что не было сопротивления, что все молча наблюдали за беззаконием, нельзя. Конечно, на протяжении разных периодов всего многодесятилетнего гонения на православную церковь были сопротивления, были сопротивления молчаливые, были сопротивления активные. Ну, что касается вот этой всей программы по изъятии церковных ценностей, то с прискорбием нужно сказать, что, в принципе, она себя не оправдала. Всего официально 9 миллионов рублей было передано самими верующими, 4,5 миллиона были изъяты силой, и с этой всей очень большой суммы буквально только 1 миллион был направлен в помощь голодающим. Остальные деньги были употреблены, так сказать, на разжигание мировой революции, и очень много было разворотов. Поэтому, конечно, нужно сказать, что эта акция, на самом деле, она была довольно циничной, и главная цель, опять же, ставилась не помочь голодающим людям, а опорочить церковь. И, как бы, естественно, была взята на вооружение такая идея, что, смотрите, да, попы держатся за свои там драгоценные сосуды, а люди умирают от голода. Конечно, это была очень такая хитая продуманная акция, которая, в принципе, она пользовалась успехом, да, и имела большой резонанс, но, тем не менее, конечно, не достигла своей цели, вернее, в принципе, цели по дискредитации церкви и по уничтожению религии в России. Эта цель была очень хорошо до сих. А мы видим, что, в принципе, о голодающих, то думали как раз-таки в последний момент. Кстати говоря, здесь нужно заметить, что сейчас практически те драгоценные предметы, которые в церкви употребляются, большинство из них, это не является драгоценным буквально смыслом. Это, как правило, чаще всего имитация. Да, вот, священнослужители носят так называемые там желтые-золотые кресты, да, это просто имитация. Это элементарный металл, там, некий латунь, просто сверху некое напыление, цвет золота, ну, что-то похожее, как вот есть такие же люстры, да, красивые. Вот, потому что многие люди до конца не понимают, да, и думают, что если вот на храме Георгия Придоносца там поставили попола, они из чистого золота. Конечно же нет. Потому что все золото, все драгоценности как раз-таки были давным-давно церкви забраны. Сейчас, в принципе, в церкви чаще всего, да, делаются предметы красивые, потому что храм это образ Царства Небесного, поэтому делается все красиво, практично, да. Храм, мы обратим внимание, у твари делается, как правило, красочное, священники служат в хороших, красивых, светлых облачениях, да, сияющих, часто иконы изображаются в храме сияющими, вот иконостас, да, это все, как бы, отблеск Царства Небесного, чтобы нам немножко показать, значит, так и храм, да, это место особого присутствия Бога, это отображение Царства Небесного, да, и это нам напоминает, что храм Божий нас зовет туда, где все прекрасно, чисто, свято, но, конечно, да, все эти драгоценности, которые когда-то в церкви были, что-то, что-то возвращено, большинство из них находится просто в музее, потому что, как мы понимаем, что они сейчас представляют очень большую, как бы, ценность историческую. Также, дорогие во Христе, братья и сестры, конечно, сегодня, вспоминая память митрополита Вениамина и архимандрита Сергия и тех, которые пострадали, были убиты в годы репрессии, мы вспоминаем и всех остальных, которые были убиты, расстреляны, уничтожены за весь остальной период, период богоборчества. Будем помнить о том, что мученики, часто об этом говорят святые отцы, это семена, которые бросаются в церкви, в землю. На мучениках стоит церковь, и мы в очередной раз видим вследствие этого, что, казалось бы, огромная сила против церкви восстала, но, тем не менее, церковь выставила. Сейчас мы с вами, с одной стороны, должны ценить, ценить то время, которое мы сейчас имеем. К сожалению, часто очень мы все недовольны, часто мы грешим, ропщим, нам то не так, что не так, но будем ценить то радостное время, когда нас никто не преследует, никто не гонит. Мы можем спокойно молиться, мы можем спокойно родить храма Бога. И очень важно, нам нужно это делать. И вместе с тем, нам нужно помнить о том, что все равно соблазны, страсти, их много. И, конечно, с теми нужно бороться. Дьявол хитр, он нас искушает, дай Бог нам как-то с Божьей помощью противостоять этому искушению. Всем нам помогай Господь. Субтитры создавал DimaTorzok